У мужчин есть два языка – идиш и лошинкоидиш, то есть иврит, священный язык. У женщин только один – идиш, пункт в виде идн, свишен ди ум и с ауэлем. Женщина чувствует себя среди евреев точно так же, как и евреи среди других народов. На идиша есть достойное и вежливое слово для обозначения женщины – фрой. Это слово также означает «госпожа», но, к сожалению, до начала XX века и начала женской эмансипации в еврейском обществе оно употреблялось крайне мало. А вместо него были в обиходе такие слова, как «аидене», «авайбл» и другие, содержащие в себе некий пренебрежительный оттенок. В еврейском юморе тоже случается довольно редко, когда женщина выступает в положительном свете. Речевой фольклор на идиша также изобилует фразами типа «аидене, гот ин зих найн мос рейд» – еврейская женщина говорлива, содержит 10 мер говорильни. «Метаидене, если что, воссореден», «женщины, не о чем говорить», «аидене, от ланге гору на куртсен сейхл», «у женщины длинные волосы и короткий ум» и так далее. Все это подчеркивает, что отношение к женщине в традиционном еврейском обществе было не самым уважительным. И социально, и статусно, и экономически женщина целиком зависела от мужчины. Ее положение было униженным как в обществе, так и в семье, а также в соответствии с некоторыми религиозными канонами. Классическая литература наидыш совершила огромный прорыв в этой ситуации, представив положение женщины в еврейском обществе в качестве некой лакмусовой бумажки, оценивающей его моральные ценности. Первооткрывателем в этом смысле можно уверенно назвать Менделе Мойхерсфорима «Дедушку еврейской литературы». В своем первом романе, написанном на идыш, в 1864 году «Досклейне Менчеле» «Маленький человечек», так как до того он главным образом писал на иврите, Менделе рисует образ Ребетсен, жены Равина, которую с уверенностью можно характеризовать современным понятием «феминистка». Она очень резко высказывается против притеснения женщин в религиозном обществе, против циничного использования их верности, преданности, любви и в то же время их полного устранения от решения каких-либо общественных вопросов. Эта Ребетсен возмущена тем, как мужчины высмеивают женские молитвы, тхинес, относятся к ним не как к серьезному тексту. У Ребетсен есть мечта, чтобы однажды в субботу или в праздник мужчины заглянули в женское отделение синагоги Эзрас Ношим и своими глазами увидели то море слез, которое несчастные женщины проливают над этими тхинес, оплакивая собственную долю. Тогда бы у них рот не открылся высмеивать эти женские молитвы, уверена Ребетсен. Менделе в этом романе признается, что речь Ребетсен впервые заставила его обратить внимание на униженное положение еврейских женщин и прийти к грустному выводу «Аидене филцер цвишен де идн, пункт ви де идн цвишен де ум и са ойлем». Женщина чувствует себя среди евреев точно так же, как евреи среди других народов. Менделе идет в своем творчестве еще дальше. Он вскрывает гнойную рану на теле еврейского общества и вводит в нашу литературу грустное понятие «Англ мит лебеды герсхойре» – «Торговля живым товаром». В таких произведениях, как «Эйдл», «Фриморг нин глупск», «Утро в глупске», в романе «До свинч фингерл» – «Заветное кольцо» он описывает мафию, торгующую живым товаром, называя ее «Диво зайнен эргер вероцхим» – «Те, кто хуже убийц», ибо убийца убивает один раз, а эти убивают ежедневно. Он предъявляет некий символический обвинительный акт еврейскому обществу за то, что оно знает об этой проблеме, но «Махцехнетвисендик» предпочитает закрывать глаза и не говорить об этом. Эстафету изобличения униженного положения женщины, особенно в хасидской среде, уверенно перенял Ицхаклейбуш Перец. Он эту тему сделал чуть ли не одной из центральных в его творчестве и посвятил ей сотни рассказов, стихов и 24 одноактные драмы. В одном из своих писем Шолом Алейхаму Перец в конце XIX века пишет «У мужчин есть два языка – идыш и лошинкоидыш, то есть иврит, священный язык. У женщин только один – идыш, и им нужно уделить особое внимание. Если они не смогут удовлетворить свои духовные потребности в домашней среде, то они обратятся к чужим источникам. Мы должны предотвратить это и превратить еврейскую женщину в помощника в нашем национальном возрождении. Каждая еврейская женщина должна понимать свое еврейство гораздо шире, чем три религиозные заповеди Митцвес. Тогда она и поймет ту моральную ответственность, которая возложена на нее. Перед своих произведениях часто смотрит со стороны на судьбу еврейской женщины и задается вопросом – какие факторы решают ее судьбу? Ее личные качества? Ее чувства? Ее желания? Нет и нет. Чаще всего судьбу девушки решают два фактора – «ихес» и «надн», то есть родословное и преданное. Очень четко Перец прослеживает эту линию, например, в своем рассказе «Мусор. Чтение морали», написанном в 1895 году. Героиня рассказа – мать троих взрослых дочерей, вдова праведника Сойфера, то есть человека, который переписывал вручную свитки Торы, Мезузы. Она зарабатывает на хлеб тем, что продает лук на рынке. Естественно, с такого заработка никакого приданного она дать дочерям не может. И судьба этих дочерей складывается трагически. Старшая дочь, хотя и была красивейшей девочкой в местечке, засиделась, ибо не было приданного. Ей 36 лет, она обозлена на весь мир и больше всего ввинит в своей горькой доле мать. Средняя дочь работала служанкой, с трудом наскребла 30 рублей, но на такое приданное повелся лишь под мастерье Портнова, который сбежал через год, а дочь вернулась к матери, больная туберкулезом, и также во всем винит мать. Поэтому женщина, наученная горьким опытом, разрешает своей младшей дочери все – вести романс с нерелигиозным молодым человеком, получать от него подарки, позволять себе фривольности. В этом рассказе из уст матери звучит несколько предложений, которые можно назвать революционными для той ситуации. Первая из них – когда мать говорит, пусть хотя бы моя третья дочь живет так, как хочется ей, то есть у нее есть право самой решать свою судьбу. На осуждающий вызов, а что люди скажут, она отвечает, пусть люди для начала имеют людские сердца, тогда у них и будет право сказать что-либо. Особой болью за искореженные женские судьбы проникнуто творчество Шолома Аша. И в больших романах, и в коротких рассказах он заставляет читателя зачастую содрогнуться от дикой несправедливости, с которой сталкивались на протяжении веков поколения еврейских женщин. Так в коротеньком рассказе «Гетт» – развод, Аш показывает молодую женщину, у которой в течение 10 лет после свадьбы не было детей. Рэбби постановил, что ее муж должен с ней развестись, ибо автоматически падает на нее обвинение в том, что она бесплодна. И жизнь этой женщины, которой, возможно, не более 25-26 лет, в одночасье перечеркивается. В рассказе о маме Аш рисует вдову, мать четырех детей, старший из которых едет учиться в Яшиву в другое местечко, пишет оттуда письма матери. Так как она безграмотна, она просит Равина прочесть ей эти письма, но тот отказывается. «Ибо письма на иврите, а он не будет произносить слова на священном языке перед женщиной». Перец, Аш и другие писатели отметили, что одним из первых признаков проявления феминизма в религиозном женском обществе явился отказ девушки остричь волосы перед хупой свадебным обрядом. Этот мотив мы находим во многих произведениях, например, в рассказе Переца «Форштертер шабес» «Испорченная суббота», или в рассказе Аша о «Идиш кинд» «Дочь Израиля» и во многих других. Особо следует отметить освящение в литературе идыш темы «агунес» – «брошенных жен», ведь это была одна из острейших социальных проблем в еврейском обществе в конце XIX на первой четверти XX века, а именно в период большой эмиграции, главным образом в Америку. Ибо принято было, что мужчина уезжал, оставлял женщину с детьми, и она не могла вторично выйти замуж, не получив развод. Трудно найти писателя, который бы не уделял в то время должного внимания этой проблеме. Это и Шалам Алейхем, и Йосефа Патошу, и Авром Рейзен, и Башеви Зингер, и многие другие. Когда же изменилась ситуация? Скорее всего, с выходом из местечек в большие города и с волной массовой эмиграции. В большом городе женщины получали образование, выходили на работу, выходили за рамки замкнутой общины, приобщались к культуре в разных ее проявлениях, литературе, прессе, театру. Для них становилось менее важным, что люди скажут. Писатели классики дали огромный толчок развитию современной женской литературы наидыш. Под их влиянием появляются на рубеже 19-го и 20-го веков женщины, которые вначале очень робко, но все же проявляют свой литературный талант, как, например, Двороборон, Фрадлшток, Инде Эстер Крейтман, а последствия и многие-многие другие.